Экспо-музыка с Михаилом Брызгаловым Шедевры из коллекции музея имени Глинки История музыкальных инструментов складывается по-разному. Какие-то изобретенные уже давно популярны сейчас, какие-то часто совершенствуются и изменяются, а некоторые порой незаслуженно забыты. Один из таких инструментов – виола д'Амуре, французское название виоль д'Амур – струнно-смычковый музыкальный инструмент эпохи барокко и раннего классицизма. Появилась во второй половине XVII века в Англии. Внешне напоминала виолу, но держали ее при игре на плече подобно скрипке. Характерной особенностью виол д'Амуре были подгрифтные струны, резонанс которых придавал звучанию инструменту своеобразную нежность, сладость и таинственность. В XVIII веке сочинения для виолы д'Амуре писали Бах, Талиман, Вивальди, Скарлатти, Бибер. В музее имени Глинки собраны виолы д'Амуре, периодом наивысшего расцвета инструмента в XVIII веке в Чехии, Франции и Германии. Один из таких инструментов работы неизвестного немецкого мастера XVIII века поступил в фонды музея в 2004 году. И это не только великолепный образец подобного рода инструментов, это виол д'Амуре полностью сохраняет свои игровые качества и может участвовать в концертах. К сожалению, в XIX веке популярность виолы д'Амуре падала, не взирая на эффектное ее использование в опере Гугеноте Мейербера. Звучание этого инструмента эпизодически вводили в свои произведения и другие композиторы XIX-XX веков, такие как Масная, Пучини, Янарчик, Хиндемид. На место виолы д'Амуре пришли Альт и Виолончель. Яктор Берлиоз писал в своем большом трактате о современной инструментовке и оркестровке. «Звук виолы д'Амур слабый и нежный. В нем есть что-то небесное, идущее одновременно от альта и от флажолета в скрипке». Особенно подходит виола для музыки плавной, для мечтательных мелодий, для выражения восторженных и религиозных чувств. Право же, было бы очень жаль утратить этот драгоценный инструмент. Основатель Советской Школы Исполнительства на Альте, выдающийся солист и педагог Вадим Васильевич Борисовский, первым в России начал активно концертировать как исполнитель на виоле д'Амуре, способствуя возрождению интереса к старинной музыке. Играть на виоле д'Амуре он выучился самостоятельно в 1926 году, а в 1927 уже выступал с концертами в Москве и Ленинграде, исполняя как переложения, так и оригинальные сочинения. Свой инструмент он подарил ученику Игорю Исааковичу Богуславскому, исполнителю на Альте и виоле д'Амуре. Богуславский, активно гастролирующий в России и за рубежом, записал на пластинке, компакт-диске и в радиофон более 60 произведений для Альта и виолы д'Амуре с оркестром и фортепиано. Он-то и передал свой инструмент, ранее принадлежавший Борисовскому, фонды, музея. Экспо-музыка. Шедевры из коллекции музея имени Глинки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok